Друзья, всем привет! Приветствуем, друзья! Сегодня мы приехали в магазин Сэмс Клаб. У нас сегодня будет большая закупка. Мы решили, что больше будем делать закупок в Сэмс Клабе по определенным причинам. В Костка, в котором мы любим, любили закупаться, сейчас невероятно выросли цены. Цены на бензин падают, а цены на продукты в Костке продолжают расти. В других магазинах как-то все остановилось, а Костка продолжает, и я не знаю, по какой причине. Ну и мы, когда заехали в Сэмс, увидели, что продукты здесь, мне кажется, дешевле. Поэтому мы приняли решение больше теперь покупать продукты, и не только продукты в Сэмс Клабе, а в Костке меньше, пока ситуация не изменится. Тележечки такие же, как в Костке, только другого цвета. Практически все то же самое, как и в Костке, да? Слушай, елки выставили, вов, ты видишь, уже все, Рождество на дворе, август, а уже продают елки. Для меня последней каплей стала в прошлый раз в Костке картошка по 10 долларов. Да, и главное, только скачу. Было по 6, по 6.50 она, а в прошлый раз по 10. Ну это вообще никуда не годится уже. Я уже все, что-то прям совсем опечалился. Не, ну смотрите, зачем так к Рождеству рано? А это вот понятно, на день благодарения. В теперешнем росте цен сейчас выхода купить, потому что к Рождеству будет плюс 25%. Одна подушка 18 долларов. Так, ну уже и смотри, уже и подарки даже к Рождеству выставили, потому что обычно вот это выставляют все к Рождеству. Кстати, вот это вот, видишь, сейчас у них на сейле. 5 долларов скидка. Пистолет типа нерфа. Пульки уже есть. Никита все просит, а мы ему не покупаем. Да потому что он поиграет себе. Ну да, один-два дня, и все. Слушай, у меня какие машинки, Вов. Посмотри на это. Ну ты и видишь там, какие бебики. Да, они говорят, что нам купить. А вообще, 330 долларов, это одна, да? Или две? Две написано, да. Две упаковки. На самом деле, классные, прикольные машинки. Так вот, если у тебя двое маленьких детей, супер. Как мы в детстве, в Луно-парке, помнишь, ходили с антеннами, с большими штатами. Вот прикинь, у тебя двое маленьких детей. На Рождество такой подарок на двоих. Это просто супер. Хотим зайти в Снеки, посмотреть, что здесь продается из Снеки. Потому что здесь огромные ряды, мне кажется, намного больше, чем Костя. Значительно больше. Да, здесь чего только нет. Вот. И сейчас время школы. Так или иначе, Снеки нужны. Никита говорит им, в школе учительница вот эти вот дает золотые рыбки. Да, солененькие такие сырные печенья. Эти вот этот вот любят. Мы ему вдавали тоже, но он как-то не особо. А в школе ему вкусно. Вот я не знаю, домашние почему-то они ему не такие вкусные. Хотя они из того же магазина, скорее всего. Так, ну сейчас мы что-нибудь посмотрим, что есть интересного. Кстати, Соня просила, написала арахис. Если увидим арахис, надо взять. Вот, наверное, да? С солью. Они такие дешевые, они, скорее всего, эти, генетически модифицированные. Но Соня попросила. Они и в Костку тоже генетически модифицированные. Возьмем такую. Так, а вот есть... Это вареные какие-то. А вот, да, какие-то вареные. Вареный арахис в банке. Консервный, в огромный. 62. Я даже не представляю, что это. И как это выглядит. И как это на вкус. Кстати, вот этот вот поп-тартс дети очень любят. Но это с корицей. И даже их на завтрак едят. Вот эти такие, как печенюшки, внутри начинка. Их ставят в тостер, нагревают. И они на завтрак очень вкусные. Ну, вот этот, наверное, бренд не очень. А есть, продаются органически очень вкусные. Но детям больше нравятся вот эти неорганические. Может, взять упаковочку, не? Просто и потом выкинет. Да не, они любят это. Просто я не хочу, там состав плохой. Слушай, а вот это эти батончики с фигами. И здесь еще есть черника и малина. Небольшая упаковка, стоит 12,18. Мне кажется, это, наверное, вкусно. И надо что-нибудь такое детям новое взять, попробовать. И они с удовольствием, мне кажется, что-то подобное будут есть. А с другой стороны, могут и не есть. Но это вот этот хороший снек. Это вот 100%, потому что цельнозерновая вот эта вот оболочка. Берем? Из муки. Да, давай, наверное, возьмем попробовать. Здесь 32 в упаковке. 16,6,16. Такие здесь огромные ряды. Прям снеки, печенье, да, вот эти вот всякие конфетки. Здесь так много этого. И уже к Хэллоуину тоже он выставил. Но к Хэллоуину еще ладно, но к Рождеству. Друзья, это самая большая банка с жевательными резинками, которую я когда-либо видела. Баблгам. 8,12. А сколько здесь что? 380 жвачек. Такой еще оптовой закупки я никогда не видела жвачек. Они вот так выглядят. Ну да. Не, ну это, скорее всего, они даже, возможно, с сахаром. Какой здесь ассортимент жвачек? В Костко есть. Тут еще вот эти нижние ряды. Вот и вон там еще. В Костко только вот такие. Да, остались. И цена примерно такая же. Слушай, цены хорошие на них здесь. У меня была в списке, были жвачки, но я вычеркнула, потому что подумала, что мы в Костко их купим. А я не думала, что здесь такая красота. Я думаю, что нам экстра можно голубых взять. Очень хорошая цена 9,78 за 12 штук. Это намного дешевле, чем можно в магазине, в других магазинах купить. В магазине минимум 1,5 доллара будет одна стоить, а так и 2. Ну да, были на сейле доллар с копейками. Я хотела посмотреть какие-нибудь снеки фруктовые, жевательные. Да, почем они здесь? Может быть, Костко 13,94. 14 долларов. Вот такой, знаете, здесь они в пакетиках, 90 пакетиков в такой коробке. Состав хороший, в принципе, есть еще витамин С добавлены. Такие жевательные конфетки из сока фруктового. И знаете, как детям в рюкзаке кинешь по пакетику, и так в школе что-нибудь, где-нибудь там проголодались или в автобусе. Достанут, откроют и поедят жевательные такие конфетки. Вот я не знаю, здесь брать или все-таки в Костко посмотрим. А когда мы туда теперь попадем? Ну, мне там специи надо купить, поэтому я не знаю. Ты хочешь сегодня ехать? Да. Ну ладно, давай возьмем сегодня, а там потом будем смотреть в Костко. Так, ну, в принципе, взяли... Смотрите, мы в ведро сникерсов. 50 долларов. Ребят, вы, конечно, видели ведро со сникерсами за 50 долларов? 350 маленьких сникерсов. Фон сайс, малюсенький. Вот такой он размер настоящего. Да, рел сайс. Так, ну все, мы что хотели, на снеки взяли, по чуть-чуть совсем. И пойдем сейчас дальше, посмотрим, что здесь с мебелью, какая здесь мебель продается. И самим интересно, мы и вам покажем. Слушай, посмотри, какая интересная штука. Какой-то матрас, но это не надувной. Нет, он... Но он плавает на воде. Просто на воду бросаешь его и плаваешь на нем всей семьей. Тут вон вообще три человека нарисовано. То есть, в принципе, можно в бассейне у нас бросить его, и вы с Никитой можете залезть и там что-нибудь веселиться, кувыркаться, да? Да, но это просто... 200 долларов. Нам наши соседи скажут, что они не идут в бассейн. Ага, 270 долларов оригинальная цена, и на него скидка сейчас 70 долларов. Ну и пришли в мебель, посмотрим, что здесь с мебелью. Там вот кто-то сидит, отдыхает. Почем кровать? 700 долларов. Кровать прикольная, кстати. И для queen size неплохая цена, и это на сейле она. А так она за 800 продается. Правда, она вся грязная. Она и вот эта, что ли, конкретно продается, или это образец? А у них на складе чистые есть. Ну, естественно, это образец просто. Просто на него много раз садились и ноги ставили. Да. Слушай, скамейка вместе идет или отдельная цена? Нет, отдельная. 250 долларов она. Ее тоже, везде, и затоптали. Вот смотрите, получается, американцы, они любят вот так вот. Чтобы в... Управатная штучка. Да, стояла такая скамейка, чтобы носочки надевать, колготки натянуть, чулочки. Диваны, похоже, почти из такого же материала. Такие же грязные, все на сейле. Мне очень кажется, что это эти грязные со скидкой продаются. Нет, я думаю, у них на складе. Свернули в какой-то ряд посмотреть, что здесь. Я так понимаю, что здесь это что-то какое-то алкогольное. А вот здесь, смотри, какая красота продается. Сапоги резиновые. И на сейле сейчас за 10 долларов. Классные. По лужам побегать. И вот смотрите, какая скидка большая на летнюю обувь детскую. Супер. Кстати, здесь еще в таких можно ходить месяца 4, да? Всю зиму можно ходить. Они здесь их на сейле высадили. Их немножечко. Но вон по 4,81. Почти за так, можно сказать, отдают. Чисто символическая цена. Вот как-то они расположили детские, да, какие-то вещи. И алкоголь вместе. Кстати, здесь также носки различные продаются. Неплохого качества. Хлопковые. Ну надо же, за 12 долларов. 10 пар за 12 долларов. Хлопковые теплые носки. Это их местный бренд. Чтобы никто не покупал этот алкоголь. Они ценники повесили неправильно. В другую сторону. То есть ты решил. Он даже привернут. Так, смотрите. Черные носки. Хлопковые, теплые. Кто здесь живет, ищет носки хорошего качества. Я прям чувствую. Посмотри, какие они. Попробуй. Я такие уже давно нигде не видела. От 6 до 12. Это такие мешки. На работу ходить. И они стоят... Это черные, а это белые. 12 долларов за 10 штук. Качество изумительное. Ну надо же. Будем знать. На год хватит на работу ходить. А вот здесь, наверное, покороче, да, носки. Слушай, ну попробуй, какие хорошие качества. Пророкие, мягкие. Я когда работал, я себе такие покупал. Я просто говорю, цена и качество соотношение. Это их производство. Сэмсклабовская их линия. Вот смотри, хлопковые тоже. Короткие совсем. Супер. Может быть, надо здесь вот это вот все смотреть. Белье, носки. Такая же цена, как в Косте. Да. И вот это самый бренд, да? Ну то есть, в принципе... Та же самая вода. Да, та же самая вода. И так же стоит 5,98. Хотя в Кошка, возможно, уже повысилась цена. Это мы не знаем. В прошлый раз, когда был, и когда меня там возмутила цена на картошку, цена вот такая была. Минералка здесь очень дорогая. 18,98. Это вообще за 24 бутылки. Извините. А что это? А, еще какая-то... Санкт-Пеллигрина. И она на Сэйле сейчас за 1,58. Она вот в всяких банках. И она, наверное, с вкусами, да? Их 24. Натуральные вкусы. Да, здесь какая-то черри, блат оранж. Черешня. Красный апельсин. И это, страубери это, как ее? Земляника. Земляника. Да, лесная. Так, ну что, может возьмем такую попробовать? Слушай, на Сэйле 11,58. Это очень даже хорошая цена за 24 баночки. Я хотела какую-нибудь газировку или минералку себе купить. Банки по 12 тюнсей, по 360 грамм. Ну нормально. Попробуем, детям может понравиться. Они тоже минералку полюбили. Так, у нас... Слушай, а я даже список еще не доставала. Вовен, Сирил. Дешевле, чем в этой в Костке? Дешевле, там, по-моему, или 9,5, или 10 долларов. Слушай, как вот это... Когда-то 4-5 долларов стоила вот такая вот упаковка. Здесь много, здесь два пакета. Любимые хлопья Вовены на завтрак. Кстати, мы вот в этом... Я лично, наверное, в этом в Сэмсе, в Спартамбурге впервые. Я вообще не знаю, куда идти. У нас есть список, и я понятия не имею, куда нам идти, чтобы где-то что-то найти. И здесь, мамочек, смотри. Такой тоже понравится. А, слушай, Коля просил купить именно вот такого бренда и без кусочков. Слушай, 10,82, это нормальная цена для пинат-баттера? Я не знаю, сейчас по чем он в Костке. Может быть, подождем потом в Костке, посмотрим. У нас еще есть пинат-баттер дома. А ты видишь, с кусочками пропал, и в Костке здесь нету? В Костке вообще. Вот это пинат-баттер, арахисовое масло, бренд, который мы всегда покупаем, потому что на нём написано, что оно не генетически модифицированное. То есть не из генетически модифицированного арахиса. Здесь это прям беда какая-то. Смотрите, какие персики, половинки персиков. Интересно, оно с корн-сиропом или нет? Слушайте, здесь даже нет корн-сиропа кукурузного. Здесь просто в сиропе персики, наверное, вкусные. Будет что-нибудь из наших есть или нет? Баночка стоит 10 долларов. Вот так вот купишь за 10 долларов, а её есть никто не будет. Лучше, наверное, свежие пока, пока сезон свежих. Но так и будем иметь в виду, возможно, вкусно. Слушайте, а вот это я впервые вижу. Это с корицей, намазка на тосты какая-то. 7,98 и написано limited time only. То есть ограниченное время. То ли продаваться будет, то ли такая цена. Что за состав? Коричневый, сахар, канола ойл. Это не очень хорошее масло. Молоко, пальмовое масло. Корица, соевый лецитин, натуральный вкус. Соль. Ну, состав, скажем так себе. Возможно, вкусно. Не знаю. Так, мы зашли в отдел с макаронами, потому что Лиза просила сырные макароны. Но органические мы им покупаем. Так, это вот обычные. Слушай, вообще за копейки продаются, посмотри, обычные макароны. 6 упаковок за 8 долларов, это очень хорошая цена. Но мы такие не берём, мы берём органические. Но вот эти вкусные, кстати, они не развариваются, они прям такие. Ну, они и те, которые мы в Коско берём, тоже хорошие. Ну да, мы берём органические итальянские, а это обычные американские. Вот это из американских самое лучшее, что мы показывали. Различные соусы томатные недорого. Но здесь они не органические, а в Коско органические. Ну и подороже. Ну, здесь и подешевле. Да. Так, давай, если мы сейчас увидим эти органические макароны сырные, видишь, здесь намного меньше выбора органической еды, да? Да. Здесь всё-таки более такое всё простое продаётся, а в Коско много органического. Так, ну что, судя по всему, мы не нашли это макароны сырные. Я хочу понять, что это вот это такое. Лёгкое. Сухое. А, это картошка. Это картошка уже приготовленная. Коля себе такой недавно делал. Тёрно-сковорот. Кстати, я так не пожарила эти драники. Обещала вам и не пожарила, и забыла про них. Память плохая. Вот это уже готовая жареная картошка на завтрак. Зашли в соусы, нам нужно найти треяки. Соус у нас закончился, Соня написала. Дети наши любят всякие азиатские соусы. А здесь очень большой выбор, мне кажется, наверняка есть. 3,78 солёных огурчиков баночка, такая приличная, да? Покажи. Такие мелкие, красивые. Может быть, нам понравится, потому что в Коско стали продавать органические, и не все дети их полюбили. Коля только их ест. Цельные, кошерные. Да, давай возьмем попробовать, к тому же это недорого. Мне нравится на вкус, он больше на русский похож. Кстати, да, вот этот майонез мы здесь берем. Там у нас на том побережье не продавался этот майонез Дюкс. А здесь все Дюкс. Да, а здесь это, видимо, местный какой-то бренд. Он ничем по составу не отличается от этого, который мы всегда берем. И цена 6,12 очень даже хорошая. Так, ну я еще раз прошлась, и мне кажется, что никакого-то рияки соуса не нашла. Странно, в таком магазине должен был бы быть этот азиатский соус соевый. Мы вошли в специи, и я увидела вот такую вот бутылочку. Слушай, стеклянное? Да, стекло. Итальянские травы. Посмотри, их надо перемалывать. Видишь, сушеные, крупные. Мне кажется, это может быть вкусно. Может взять, попробовать? Да, ладно. Потому что это, видишь, ты когда перемалываешь, специи более свежие. Возможно, они будут не острые, потому что это итальянские специи, и они чаще всего не острые. 5,98, правильно? Да. Так, а что здесь еще интересного есть? Мы никогда здесь раньше специи не покупали. Кстати, здесь продается органическая куркума. Товарищ, 6,98. Это для лечения. Даже если десна болят, намазала и пройдут. Куркума – это волшебное средство. Не, у меня еще много есть. Куркума – волшебное средство от воспаления, от всяких на теле и не только. Посмотрите, обычная соль здесь за 1,98 за вот такую огромную упаковку. Это очень дешево. Слушай, я, наверное, возьму, потому что у нас крупная. Нет, это мелкая, это мелкая. У нас дома крупная, невозможно готовить, сыпется осторожно. Невозможно из нее готовить. Я не знаю, как это отмерять, потому что пока она растворится, я попробую. Она вот отсюда сыпется, там что-то сломано. Надо вся сыпется, скорее всего. Просто надо аккуратнее. Смотрите, что здесь есть. То, чего я нигде не видела. Бульонные кубики. Говядина, курица. Интересно, состав надо посмотреть. Может быть, даже стоит брать, если состав неплохой. Просто сушеные овощи. Начала читать и сразу все. Пальмовое масло, маргарин. То есть, короче, не, не нужно. Скорее всего, это вкусно, как вот эти вот кноры всякие. А, кстати, здесь, видите, дрожжи продают. И недорого. 4,98. Вот такая вот огромнейшая упаковка. Смотрите. Ее потом в морозилке просто надо хранить. Две упаковки. Получается, 2 паунта за 4,98 отличная цена. Ну, идем в отдел выпечки. Коля здесь для приготовления всяких бутер и сэндвичей набрал очень много чего вкусного в прошлый раз. Ему так здесь понравилось. Ему очень понравилось в Сэмсклабе. Так, мы здесь лаваши раньше брали, подорожали. 5,38. Нужны ли они? Не, я просто, я не призываю покупать, я говорю, что подорожал. Да, но мы их покупать сегодня не будем. Дороговато. А вот коржи для пиццы. Потом сюда любую начинку кладешь, какую тебе вздумается, и быстренько запекаешь. Здесь всего лишь 4 штучки или 5? Сколько здесь? 5 штук. 5 штук за 10 долларов. В принципе, неплохая цена намазать томатным соусом. Здесь, кстати, продается папирони. Можешь взять попробовать, нет? 5 штук. Дома соус есть, сыр есть, папирони купить отдельно. И запечем пиццу. Попробуем, по крайней мере. Увидели бэгглсы. Дороговато, 3,83. А может быть здесь за 2? Нет, за 6 штук. Ну давай, на завтрак возьмем вот этот, Никита просил, с blue berries с черникой. Одну упаковочку возьмем, попробуем. Слушайте, мы идем в отделе, где тортики продаются. Я не пойму, что за ведра. А это, оказывается, айсинг для торта. Да? Смотри. Производство какое-то имеется. Ну да, допустим, ты много тортов должен испечь, сделать. И вот это уже готовый крем для торта. Есть баттеркрим какой-то, hot pink, горячий, розовый. Какие здесь еще есть? Крем-чиз, баттеркрим, blue баттеркрим. То есть они разноцветные, да? Скорее всего, состав ужасный. Посмотрите, 20 долларов за вот такие огромные ведра. Вон, 45 долларов. Так, самсклабовские тортики. Мы детям back to school в прошлый раз здесь взяли какой-то один тортик. Ну, так скажем, не очень. Вот, возможно, вот эти вот морковные даже будут очень ничего. Это пампкин уже продаются, тыковенные. Я почему-то думаю, что он морковный. Кстати, почем? 16,48. Дороговато. Ну, в принципе, то же самое, как и в Костке. В Костке чуть-чуть подешевле тортики. Неизвестно. Да, да, мы уже там это... Там каждую неделю меняются цены. Возможно, да. Вот это выглядит неплохо, но, скорее всего, тоже вкус так себе. А, мы брали вот такой. Ну, там просто бисквит такой, знаете, чисто американский. Я не люблю американские бисквиты. Куча сливок взбитых и клубника в джейме в таком, в желе. А вот это интересно выглядит. Посмотрите. Наверху брауни, а снизу чизкейк. Вот это, возможно, вкусно. 18,98. Может быть, возьмем попробуем. А вот порционные такие вот какие-то тортики интересные. 16,98. Смотрите, они разные абсолютно. Возможно, это вкусно. Здесь вот такие вот, типа, как французские батончики. Они так, наверное, даже называются. Не, написано просто батоны. 6,98. Но мы нашли место, где их купить вкусные батоны. Прямо похоже на советские. В прошлый раз купили, были в восторге. Папочек, возьмем в этот раз вот это или нет? То, что Коле понравилось. Он делал из них бутеры, как в этом, в Савве. Для всех. Надо тогда фарш можно взять, чтобы он делал. Футовый, фит. Он их разрезал пополам, надрезал и делал туда начинку из фарша, пережаренного с лучком, помидоры или салат, еще что-то. Было очень вкусно. Так, ну и сейчас мы пробежимся по холодильникам. У нас, на самом деле, не очень большой список. Ну, может быть, здесь что-нибудь увидим выгодное такое на сейле. Возьмем тогда. Мы любим покупать продукты на сейле. Факции. Смотрите, здесь рыба и на все скидка идет. 5 долларов с пакета скидка. Но у нас дома лежит целая рыба. Поэтому, что ее мариновать? 9,98. А это 12,48. Подошли к говядине. Смотрю, вот эти вот котлетки уже готовы и для гамбургеров. И на сейле. Думаю, почему пустая полка? Они, оказывается, очень дешево стоят. Что-то за паунд выходит 2,98. Это очень дешево. Ну, я думаю, не стоит. Здесь один жиль, скорее всего. А вот фарш, да? Неорганический или органический? Нет, неорганический. Есть. А почем? А почем? Бесценный? Нет, не ценный ничего. А мы сейчас посмотрим. 16,53. 16,53. 4,98 за план. Тоже нормальная цена. Как и в этом. Это почти так же, как мы купили в Lidl. В Lidl. Да, но вкуска дороже, да? Давай возьмем к этому. Так, мне. Возьмем в поле для бутеров. Сабвеевских. Так, а это получается просто мякоть курицы. 4,76 за паунд. Дороговато для неорганический, на мой взгляд. Получается обычный говяжий фарш. 3,98 за паунд. Такая упаковка стоит 20 долларов. Я считаю, что это немножко дешевле, чем органический. И стоит лучше брать говядину, которая кормилась травкой. Говядина не кормилась. Коровки кормились. Ой, слушай, посмотри, какой сыр. Что это такое? Мексиканский какой-то. Крамблинг чиз. Твердый. 1,78. Это очень хорошая цена. Вот бы его взять попробовать, что ли. А вдруг не понравится. Придется есть. Брать, не брать? Бери. Давай возьмем, попробуем. Если не забуду, зрителями поделюсь, понравилось, нет. Слушай, а вот это, наверное, есть тесто, из которого делают потом эти чебуреки наши здесь, да? Наверное, это и есть сырое по тесту. Из него можно сделать чебуреки. Фарш завернуть и пожарить. А как склеивать? Водички побрызгать. Ну, наверное, да. Надо у Инны спросить. Мне кажется, что это те. Я у нее все забываю позвонить и спросить. 6,48. Это окрасит упаковка. Если учесть все затраты, то, в принципе, то же самое. Особенно сколько времени, чтобы это все приготовить. Да, да. Раскатать сил с моей больной спиной. Слушай, ну здесь совершенно другие сыры отличаются от костовских. Посмотри, какой это серьезно острый чеддер чиз. 8,98 тоже хорошая цена. Это надо Колю сюда. Он разбирается в этом во всем. Слушайте, а вот какой-то еще сыр. Здесь получается вот такая вот штуковина. Стоит 67, и здесь с перцем, наверное, нострый, да? С халапеньо, наверное. Блин, вот этот сыр я любила покупать. Это такая недозревшая моцарелла. И раньше он в куске стоил 5 долларов. А теперь он везде, он по 9 долларов. Ну что это за цены такие, а? Вот смотри, какой сыр. Мальчики сырные заматаны. Готовые. Это папирони, это что-то другое. Это такая закуска готовая на стол положить. 13,98. Вот сыры, из-за которых мы сюда приезжаем. Давай вот этого монстра, как мы называем. Вот это, наверное, да? Или нет? Острые, и у нас никто не ест. Да, вот он, монстр. 7,98 сырые. Очень вкусные. Но он у нас не расходится. Давай вот этих вот парочку или троечку возьмем. Не будем в куске брать. Там что-то вообще цены такие на сыр, на обычный. Проволонь, да? Кстати, я не знаю, какой он на вкус. Стоит его брать или нет, не знаю. Папирони вот можно на пиццу взять. Дети, они ее так поедают. Ну и пусть идет. 7,98 за палом 37. Это хорошая цена для папирони. А вот салями тоже. 7,98. Ой, течет вода. Тоже неплохая цена. Конденсат вон, видишь, везет. Ага. Лизка, она перемолит все это очень быстро. Она же... Да давай возьмем. Она эту клубасу любит. Я стараюсь меньше ее кормить. Смотрите, ну вот эту ветчину. 3,48 за палом, да? Смотрите. Ой. Две, да, в мешке? Да, почитаю. 14,86. Почти затат. Три вот таких куска ветчины. Ну тут огромная куча жира вот отрезать надо. Что, взять нет? Не, не надо. Мы в прошлый раз здесь брали вот эту ветчину. Кстати, понравилась, но у нас еще есть. Она, мне кажется, одинаковая. И брали мы здесь и грудинку индейки. Я не знаю, где она. Очень вкусная. У нас тоже она пока еще есть. Брать не будем. Слушай, а как вот эта хорошо выглядит. Посмотри на это. 10 долларов дороговато. Это говядина. Кстати, у меня есть дома большой кусок маринованной говядины, которую я запеку и потом вот такой нарежу. Получается 600 грамм за 10 долларов. Да. А я дома сделаю это намного дешевле. Думала здесь каких-нибудь сосисок посмотреть. Но все, что-то тоже так дорого. Такие кусающиеся цены. То есть это то, в принципе, без чего можно жить. Это надо покупать только на селе. Слушай, вот это интересная упаковка. Здесь три вида колбасок. 14,98 за 3 паунта. По 5 долларов за паунт. Это, в принципе, неплохая цена. Так возьми, попробуй. Да, гейдж-фри чикен рейст без антибиотиков. То есть это курицы, которые бегали по улице без антибиотиков. Дай-ка я гляну. Нет здесь никаких добавок плохих. Вы знаете, состав очень даже неплохой. Сыр, курица и различные специи. Нет никаких там этих нитратов, нитритов, кукурузных сиропов, порошков, крахмалов. Можно, это неплохо. Ну, как, это дороговато чуть-чуть, но можно. А вот это вот глазированные сырки. Я все время на них хожу, поглядываю и думаю, будет ли кто-либо их есть. 10,28 за 12 штук. Это дороговато. Но это прям настоящие глазированные сырки. Не знаю. Продолжай поглядывать. Да. Так, что здесь еще интересного есть? Так, опять вот это вот, да? Сырные палки завернутые в колбаску. Снэк готов. Знаешь, в школу, кстати, детям, которые не любят сладкое, мучное. Здесь только одна разновидность, а там их было три. Да. Ну, это вот именно индивидуальная упаковка. Конечно, внутри упакованная каждая. 10,94 – это на снэк хорошо. Кто на перекус, кто на работу, в школу, на переменку, там, где-то когда-нибудь покушать. Так, мы пришли фрукты посмотреть. 5,48 за 2 паунта клубника. Ну, мы уже клубнику наелись, и это дороговато, чтобы брать такую клубнику. Виноград, ничего особенного, да? Нет, это просто, это недорого, это нормально, но мы это уже, наверное, не хотели в этом сезоне. Надо какие-то других фруктов набрать. Слушайте, вот 6,93 – вот такая вот маленькая баночка ежевики. Мы в фермерском магазине, помнишь, покупали за 7 долларов сколько много? Да, там много. Ну, это вообще, все-таки в фермерском попроще с этим делом. А вот эта цена хорошая. Здесь 2 паунта, 7,98 – в принципе, неплохая цена для черешни, но мы уже наелись. Мы столько в Ингрессе вносили. Нет, все, закончилось. Осталось 4 вишенки в тарелке. Так, картошка, да? Ну, картошка тоже здесь подорожала. Была подешевле, да? Да. 8,92 – тоже подорожала, но это подешевле, чем в форсах. Она мне больше здесь нравится. Видите, как она красивая? Она такая сочная, хрустящая. Хрустящая прям, нам понравилась здесь картошка. Ну, и обычная, классическая картошка, 7,98 – 10 паунтов. Но все равно это дешевле, чем в других магазинах, согласись. Авокадо 5 штук за 5,48. Органическая нет. У нас дома есть пока авокадо, я купила, поэтому. Но дешевле, чем в Костку, однозначно. Кстати, желтые сливы. Смотри, какая упаковочка за 6,98. Это очень хорошая цена для слив. И желтые. Повозьму, может, упаковку желтеньких, я с удовольствием поеду. Так, мы хотим взять еще каких-то нектаринов. Есть белые нектарины, очень вкусные. 10 долларов за паунт. Они какие-то маленькие совсем. А вот желтые нектарины, они 7,98. За паунт – это отличная цена. Давай пакетик возьмем, попробуем. Ну, что это здесь брать? Выглядит вроде неплохо. Нектаринчики. Смотрите, груши практически за так. Ну, не практически за так, но это очень хорошая цена для груш. И это очень хорошая груша. Да, вот какую-нибудь вот такую желтенькую надо взять вот с той стороны. Они как раз такие, что еще могут полежать. И, кстати, здесь очень хорошая цена на огурчики. 3,98 за вот такие вот огурчики можно взять. Да, да, я говорю, бери. Это вкусно. И вот эти огурчики тоже вкусные на салат, молоденькие. Называется умный шопинг. Берем то, что надо и по хорошей цене. Вот, то, что нужно и здесь дорого, мы не берем. Слушай, 5,28. Мне кажется, что-то еще дороже сметана. Может, Костка дешевле или бесполезная. Потому что недавно она была 3,70, потом 4,70. Теперь 5,28. В Костка так же, Вов? Не знаю. Я уже не знаю. Потому что сейчас приедем в Костку, а там 6. Смотрите, как цены растут. Ну, это просто ужас. Так, ну и пришли мы в салаты нарезанные. Вот это у меня есть дома в холодильнике. Давай какой-нибудь Цезарь парочку возьмем уж, Никите. Ох, вам такой взять просто. Доллар 98 такой мешок. Смешал с каким-то соусом и готов обед. Так, последний мешочек морковки. Органическая. Слушай, она какая-то не очень, да? Но у меня нет морковки. Она какая-то... А что-то она где-то 3,98. Так дешевая, ну да, тонюсенькая. Будем в Костка заезжать или возьмем эту? Потому что у меня нет морковки. Взяли. Мы пришли по всяким намазским, их так называемый. Нужно хумус взять. Если нет, тогда придется его купить в этом. Соника, пожиратель хумуса у нас. Ну, я ей помогаю классически. 4,18 нормальная цена, да? Только он неорганический, правильно? Ну, давай такой возьмем, попробуем. Да, неорганический. Это местный здесь, самсклабовский. А вот смотри, маленькие лавашки. 5,58 такая упаковка. Это знаете для чего? Знаешь, для чего это продается? Это их окунать вот в этой всей намазке, которая здесь продается. Это очень вкусно, вместо чипсов. Это, понимаешь, как сыпно на обед. Короче, здесь тоже раздают как вкус к еду попробовать. Смотрите, здесь внутри крем-чиз, халаппиньо, острый перец. И сверху бекон завернут. Я хочу это попробовать. Это продается здесь. В замороженном виде, наверное. Ммм, вкусно, но остро. Блокаду самим готовят. Очень остро, да. Это надо... Идея просто для... Кстати, халаппиньо мы не нашли, да? У нас в списке халаппиньо мы не нашли. Ой, остро. Они просто семечки плохо убрали. Халаппиньо, в чем секрет? Нужно убрать все семечки и вырезать, вот на чем эти семечки сидят. А сама вот эта поверхность вкусная, но не такая острая. А вот они сделали очень остро. Это было очень остро, Вова. Поздравляю. У меня аж сердце, знаете, закатывается. Такой волнами обливается от этой остроты. Шеринпики. Ага. Я уже даже думать не могу, мыслить не могу. Так, кстати, здесь мороженое можно неплохо найти. Интересное мороженое. Вот это ори очень вкусное. Но мы не будем сегодня брать, потому что дети вообще ничего не будут больше есть. Только это мороженое. Очень вкусное. 10,88 за 15 штучек. Кстати, мы обычно вот этого бренда покупаем бутерброды на завтрак. Я, конечно же, каждый день детям их не даю. Так, когда мне некогда, когда меня там дома нет. Вот этого бренда только с круассанами. А это вот эта булочка. И здесь желтое такое же яйцо, все такое же. Ну, вон, по-моему, обычные карасаны. Да. А здесь 12 штук и нас или за 11,58. Давай, давайте и другие возьмем. Дети попробуют, какие больше понравится. У нас этого лишнего не бывает. Семья большая, расход быстрый. Семья-то большая, да два человека. Ты почему? Всего мужиков-то. Отец мой, да я. Помнишь стих. Некрасов? Да. Кстати, вот почем в Ковской Эгос? Потому что здесь 9,98. Хороший ценный. Мне кажется, в Ковской уже 11. Не подорожали. Да? Ну, мне кажется, что подорожали. Надо обратить будет в следующий раз внимание. Ну, еще и снеков, наверное, возьму какие-нибудь хат-пакет. Есть, смотрите, с беконом и с яйцом. А есть вот как пицца. Правильно, с яйцом, с беконом давно не брали. Вот это? Да. Вот эти, конечно, они, конечно, они их пожирают очень быстро. У нас, если в холодильнике лежат, то их сразу нет, как в этом. Про Винни-Пуха. А вот эти лучше на завтрак с яйцом и с беконом. Ну, там яйца, но нам не надо. Мы сейчас нашли место, где покупать яйца. Похоже, разбили, да? Там авария. Пошли отсюда. Яйца, молоко. Вот это вот мы нашли, где все покупать. Мороженое. Мороженое. Давай посмотрим. Слушайте, я первый раз вижу кит-кет, стаканчики вафельные мороженое. А почем оно? 10,88 за 16 штук. Кстати, это хорошая цена. Ну, и вот это мороженое, которое нет в Костка, фруктовое. Поздравляют кого-то с днем рождения работников каких-то. Работника. Так, здесь 24 штуки. За 1,48 хорошая цена. Фруктовое мороженое, которое сейчас нет в Костка. Ура! Ну, мы сейчас идем по отделу с полуфабрикатом. Может, здесь сейчас какой-нибудь пакетик возьмем. А так у нас дома есть и курица, и рыба, и говядина, молоко, яйца. Все у нас это есть. Мы в других магазинах покупали. Здесь, если только какой-нибудь полуфабрикат, пакетик возьмем. Наверное, какую-нибудь сладкую курицу, да? Наверное, вот такие. Дороговато, конечно, 14,18. Но сейчас все везде дорого. Это вот такие вот куриные кусочки, грудинки, обваленные в чем-то-то в сухарях и в сладком соусе. Канни барбекю. Так, ну мы вошли в отдел с кремами. Здесь нам надо посмотреть. Авино крема, не знаю, есть ли они или нет. Мы всегда в Костку покупаем. Мы сейчас здесь посмотрим. И нам нужно еще ватные шарики. Кружочки, да, вернее. Слушай, а что такое? А, это подводка для глаз. Кстати, этот бренд хороший. 2091, хорошая цена. Это очень хороший бренд. Так, ну, Авино 1568. Это дороговато. Мне кажется, Костка дешевле. Да, и здесь они разные. Это стресс-релиф. Это, видимо, с лавандой. А это обычные кружочки. Мне кажется, тоже дороговато. Может, лучше в Костке все это покупать? Это, я понимаю, что пару долларов, но дешевле же в Костке. Наверняка в скором времени будем рядом с Косткой. Заедем, возьмем. Ну все, мы купили все, что нам нужно по списку. И не только по списку. Мороженого в списке не было. А мы взяли пару упаковок. Идем платить. Ковар расплачивается. Хочу вам показать, как все это напоминает Сильная Костка. Тот же буфет, практически те же цены. И тот же ассортимент. Рядом с кассами. Так, ну, тележечка у нас полная. Но там воды много, да? Две пачки. Сколько заплатил? Триста двадцать два доллара. Ну, не так страшно, да? Триста двадцать три. Не так страшно. Побольше, смотри, все стоит и цены туда повернуты. Там все заставлено. Эти ценники не видно. И с этой стороны ценники не видно. По Южно-Каролинске все, да? Тут сложно сказать. Я этот стул пыталась рассмотреть, сколько стоит, но бесполезно. Ну, кстати, я так, нормально, довольна покупкой, да? Купили неплохо, недорого, все, что нужно. Скажем так, многое новое нашли. На этом у нас все. Грузимся и домой. Всем пока. Всем пока.